Всем привет, всем привет! Очень давно не было болтовлоги и я решила тут вот в капюшончике, сейчас просто на балкон выходила и там холодно, и там дождь, отогреваюсь. Короче, решила поговорить на тему блогинга ютуберского и про количество видосов. И садится у меня, сволочь, батарея, вот как вовремя, как будто, да, стоит сейчас вот закруглиться. Ну и не тут-то было, Катя пошла и поменяла батарею. Короче, по поводу видосов, я смотрела очень много разных там уроков, лекций на тему блогинга, на тему ютуба, как там и что, и тема, что ты выпускаешь каждый день видео, она типа не очень крутая, вот. И многие писали, вот у Элигард, когда она каждый день пилила видосы, она поняла, что типа, ну, отдача не такая классная. И, возможно, так и есть. А я стараюсь пилить каждый день видосы, чтобы каждый день что-то выходило, что-то было. И здесь вопрос такой личного баланса, что тебе подходит, потому что я всегда за то, чтобы мы смотрели, пробовали, изучали и находили для себя всякие оптимальные варианты, что именно нам комфортно. Так, теперь я же пристала к пиявке. Господи, кошка! Ужас! Короче, палец все змея, а тут теперь пиявку увидела. И теплый ноутбук, да. Так вот, я поняла, что все-таки мой формат реально это видосы каждый день, потому что меня это дико мотивирует. Дико мотивирует что-то делать, потому что, когда я делаю что-то одно, у меня как побочные продукты еще выходят какие-то вторые дела, третьи, и все вот выстраивается вокруг активности. И вообще у меня такой режим, что мне надо делать, делать и делать. Вы мне постоянно пишите про то, что типа, Катя, ты так много делаешь, вот как ты все успеваешь. Опять же, я ничего не успеваю. Из того, что я хочу, я ничего не успеваю. И вообще последние несколько дней у меня в таком режиме, что я делаю все просто вот прям в последний момент. То есть вот на сегодня у меня там нет видосов вообще там на ютубе. Вот я сейчас экспортирую видео, чтобы загрузить его на завтра. Уроки. Раньше я как-то, знаете, записывала там хотя бы там два урока сразу по графике для канала с уроками по рисованию. Там по живописи сразу садилась, три урока записывала. И какой-то такой люфт у меня оставался. Сейчас такого нет. Сейчас у меня что-то прибавилось работы. Но это тоже какой-то такой, знаете, кайфовый режим. Много всего. И мне нравится. Я понимаю, что вот это вот мой формат. Поэтому, опять же, речь о том, что надо искать свое, надо искать свой комфортный режим. И, может быть, со стороны покажется, что мой режим, ну, типа, некомфортный, потому что я там так, надо это, это делать, там все. А кому-то вот комфортнее, поспокойнее жить. И это нормально, потому что, опять же, все разные. У меня, если я не буду заниматься своими любимыми делами, если я не буду выкладываться, то все просто полетит к чертям. Это реально уже доказано 150 лет назад и подтверждено потом астрологами и прочими там психологами, что мне надо реально вдариваться. Потому что я вот именно в процессе своей активности, когда выкладываюсь, тогда именно получаю максимальную отдачу и удовлетворение вообще от жизни. Поэтому, те, кто думает, что, типа, жить так, как я живу, классно, ну, в плане вот того, сколько я делаю, наверное, да. Но, не знаю, как так вот сформулировать, что просто жить классно и что просто все разные и у каждого свой режим. И многим реально не надо так напрягаться, как я напрягаюсь и сколько делаю. Потому что мы все все-таки личности разные и у каждого, так сказать, свои планеты и свои звезды. Вот. Поэтому давайте искать гармонию в себе, в первую очередь. Вдохновляться, да, другими людьми, но ни в коем случае не смотреть и не грызть себя за то, что ты, типа, не так много делаешь, как кто-то другой. Вот. Не ругать себя за то, что ты что-то не успеваешь. Вот. Принимать свои состояния и стараться, вот опять же, жить в гармонии с собой, чтобы твой баланс вот был с тобой. И иногда вот, ну, у меня тоже просто есть такая история, что я там где-то не поработала, ничего не успела. Там, когда Дашь болеет, мы сидим дома, и я просто ничего не могу сделать. Но я все равно как-то принимаю и такие истории, что, да, они должны быть. И это потом еще даст тоже классный выхлоп. Потому что вот сегодня я, ну, перед этим долго ничего не делала, потому что мы тусите с Дашь. И потом Дашь пошла с папой гулять. И я сразу собралась и столько всего переделала. Вот. И, так сказать, прям все вот эти вот несколько дней моей неактивности выплеснулись вот в несколько часов. И это клёво. Вот. Потому что всегда мы все равно сделаем то, что мы должны сделать. И мы отдадим столько, сколько мы можем. Потому что, опять же, мы все разные. И тут очень важно чувствовать себя, принять себя и не ориентироваться на то, что вокруг, на других людей. Вот. Очень хочется вот сказать это. Собственно, уже все рассказала. Потому что вижу многих персонажей, которые, ну, вот как-то больше ориентируются на других, не на себя. И это, ну, не очень хорошо. Потому что надо все-таки в первую очередь быть собой и смотреть, как у тебя именно процессы все происходят. Ориентироваться на них и от этого строить вообще свою жизнь. Вот. Но, к сожалению, изобилие социальных сетей, выкладывание только всего хорошего. Оно может иногда подпортить вот какое-то такое состояние самодовлетворенности. Вот. Ну, и, наверное, на этом всё. Выговорилась. Потому что это была такая больная тема. И с учётом того, что я что-то устала, правда. Потому что максимально просто вот в сжатые сроки я выложила все свои силы во все видосы, в монтаж и прочее. Там, в запись уроков. И сижу просто никакая. И понимаю, что, да, надо включить сериальчик и расслабиться. Надеюсь, у вас всё круто. Вы в гармонии с собой. Вы слышите себя, что очень-очень важно. И наслаждайтесь вообще всем, что делаете. И не грозите себя за то, если вы что-то не успели. Ну, вот чуть-чуть, да, чтобы это было просто как пинок, чтобы в следующий раз вдариться с полной силой. Вот. Всё. Всех обнимаю и всем кайфов. Да.